Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня у нас сенсационный репортаж самой секретной разработки подвижного состава, а экскурсоводом сегодня у нас будет сам Анатолий Эдуардович Юницкий. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Оно секретно, но секреты мы не выдадим. Мы покажем то, что можно показывать. Пойдемте в цех. Даже здесь в коридоре стоят уже элементы. Это вот боковая часть корпуса юнибуса, который будет закрывать ходовую часть. Вот здесь форма, ну это часть формы для получения левого стекла лобового юнибуса. Для того, чтобы соблюсти четкую форму, а там точность до 0,1 мм, то вот эта форма еще будет залита специальной смесью типа бетона, которая даст жесткость конструкции. Потом она будет перевернута и вот по той наружной поверхности сделано высококачественно полированный бот, изготавливается стекло. Здесь мы стеклопластиковые элементы подвижного состава изготавливаем. Дайте, видите, даже вот кресло теперь стоит. У нас даже кресло свое, уникальное, потому что таких кресел продажи нет. Они нигде не используются, чтобы ехал пассажир и мог крутить педали. Да, заметно уникальная такая форма. Да, да, и особенно вот сидушка, видите, и спинка, все-все другое. И мы специально разработали эргономику для того, чтобы пассажиру, который решил заняться спортом, ну фитнесом фактически, да, было удобно и комфортно двигаться. Поэтому даже вот это мы сами делаем. Это элементы обтекателя, это лобовой обтекатель тоже в верхней части юнибайка. Здесь хвостовой обтекатель. Ну, в той части юнибайка, где стоят агрегаты, это верх, это подвесное транспортное средство. А это здесь будет изготовлено уже другая половинка лобового стекла, ну по той же технологии. Это похоже на то, что мы видели у входа, да? Да, так там одна, ну у нас же две половины обтекателя. Поэтому они зеркально симметричны, нельзя по одной форме сделать две. Поэтому надо делать для одного стеклоформы, для другого стеклоформы. Но рабочая поверхность, она не видна, она изнутри. Это внутренняя часть, которая будет потом залита для жесткости специальным. Ну, это все детали. Хотелось бы увидеть, как это все собирается воедино. Можем показать что-нибудь? Пойдемте посмотрим, да. Видишь, шлифовка, полировка. Здесь много очень ручной работы, доводки. Вообще-то дизайн, допустим, автомобиля, это непростая вещь. Я знаю, что, допустим, итальянские дизайнеры берут за дизайн автомобиля нового где-то 60 миллионов евро за разработку, изготовление только вот формы, да? То, что мы делаем. И у них тоже вручную это делается. Они даже горятся тем, что они рукой, они чувствуют эту форму и доводят вручную там специально это, типа пластилиноматериал, и они вот убирают лишнее, как вот скульптуру делают, делают вручную, так? А наши дизайнеры сколько взяли, можете сказать? Ну, это обошлось, наверное, в сотни раз дешевле. В сотни раз дешевле. А дизайн у нас не хуже. А с точки зрения динамики лучше, потому что таких динамичных форм нету, как у нас. А давайте покажем, чтобы лучше один раз увидеть, чем все раз услышать. Ну, здесь уже видно, что собирается винибайк. Ну, тоже он еще не полностью готов, поэтому эту часть, как бы начинку можно показывать. Видите, тут кабели, электрика. Тоже тут все собирается. Тут агрегаты будут стоять. Это вот рама стальная, элементы подвеса. Здесь вот будут обтекатели, которые мы видели, боковинки, которые мы там видели. И лобовое стекло. Здесь будут четыре двери. Очень большие двери. Удобно будет садиться, выходить. Ну, мы делаем для того, чтобы можно было поставить дизайн этот... Подвеса стату в страны, где левостороннее движение, и в страны, где правостороннее движение. Потом, естественно, мы оставим только с одной стороны двери. Либо с этой, либо с этой. Понятно. Тут уже, видите, окрашена часть. Уже это рабочая окраска, рабочая поверхность. А скажите, это полноразмерная модель, или это уже промышленный образец, который будет функционален? Это промышленный образец, который будет полностью функционален. И он после выставки и некоторой доводки уже будет поставлен в этот технопарк и будет ездить по нашим трассам, которые мы сейчас строим. То есть мы сейчас видим именно тот образец юнибайка, который будет представлен всему миру на выставке в Берлине и на Транс-2016? Да. И часто раздаются голоса, что что так долго? Вообще-то за три месяца, а мы фактически начали изготавливать юнибайки и юнибус, сейчас мы тоже посмотрим, ну, два месяца назад, ну, два с половиной, за такой срок никто никогда не выпускал, допустим, нового в Танбю. Эти же японцы. Или новый самолет, или вертолет. Поэтому, когда говорят, что почему так медленно, мне это вызывает просто удивление, даже негодование. Ну, как так можно говорить? Поэтому я хочу показать, чтобы видели, что мы не просто говорим красивые там фразы, типа мы изготавливаем, мы действительно изготавливаем. Не все наши инвесторы, специалисты или эксперты даже в транспортной области. Дело в том, что не надо быть специалистом, надо быть более, ну, как бы терпимым, что ли, терпеливым. И не высказывать там негодование по любому поводу. Это неприемлемо для нормальной работы. Я думаю, после того, как они увидят прогресс в создании подвижного состава, у них появится немножко больше терпения. Ну, не у всех, конечно, я думаю, у большинства так. То, что большинство наших инвесторов нормальные, меняемые люди. Так, там мы изготавливаем уже юнибус. Очень интересно. Да. Это чертеж его? Да. Ну, части. Это не всего юнибуса, естественно, а первые части, да. И инновационный пол закрыт. Но могу сказать одно, он не стеклянный, потому что нельзя в транспортном средстве делать стеклянный пол. Это с точки зрения безопасности неприемлемо. Да и когда снизу кто-то заглядывает, не очень приятно. Ну, можно зеркально сделать, да. Особенно для девушек, да, это не очень, конечно. Ну, видно, что здесь уже каркас полностью готов, верхняя часть тоже. И мы готовим сейчас стекла. Здесь будет прямое стекление, двери. Это тоже сейчас все в работе. Ходовая часть тоже в работе, и поэтому мы успеваем к сроку. Хотя срок настолько сжатый, что, еще раз повторяю, никто в мире такие сложные машины с такие короткие сроки с нуля не делал. Тем более у нас не было производства, мы это производство арендуем, и только недавно стали арендовать. У нас даже своего оборудования не было. И сейчас-то, по большому счету, ну нет, в полном объеме оборудования необходимого. Поэтому мы подключили большое количество еще подрядчиков, соподрядчиков, которые, поставщиков, которые вот отдельные элементы изготавливают для нас. Да и наши рабочие, по-моему, сверхурочно и выходные трудятся. Они работают и вечерами, и выходные, и нет праздников. То есть загружены полностью. А что это за конструкция, подскажите? Для того, чтобы тот же Unibike перевести, он ведь не автомобиль, который на колесах стоит, он подвешен, да? И поэтому для того, чтобы даже перевести в сохранности, то пришлось разрабатывать даже вот каркас, раму для перевозки, которая будет потом с Unibike поставлена в фуру, которая повезет на выставку нашей изделия. Которая, ну, достаточно дорогостоящая и сложная. Мы его застрахуем на 500 тысяч евро. Скажите, а что это здесь так таинственно задрапировано? Ну, я бы не хотел говорить, но мы еще не забудем, давайте еще и высокоскосной транспорт делаем. Поэтому что-то с ним связано. А вот рельсы, которые там за ним лежат, это какое-то отношение имеет тоже к выставке? Можно это показать? Ну, в принципе, можно. Это имитация путей, потому что пути-то у нас не будет. И показано тоже в полномасштабном размере. Да, это... Или струны? Да, 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 струны. Ну, это переводит вверх ногами, на самом деле. Ну, вот размер, масштаб один к одному. Потому что мы покажем еще и путь, по которому будет ехать Юнибус. Но он не будет на него опираться, потому что он будет стоять на дне. Мы не можем натянуть струны на выставке и сделать полномасштабные рельсы струны. Анатолий Эдуардович, большую часть всего, что мы делаем, разработано было специалистами завоз струны технологии. А вот что касается мотор-колес, непосредственно электродвигателей... Большую часть, я поправил, все было разработано, все абсолютно. Никто нам, сторонние, ничего не разрабатывал. А показать что-нибудь можете? Ну, конечно, могу показать. Так, пойдемте... Я думаю, всем будет интересно. Да, пойдемте. Это мотор-колеса для Юнибайка. Они почти в сборе, но не полностью. Тут еще нет тормозных дисков и тормозных колодок. Поэтому, ну, вот масштаб виден. Это натуральный чуток, настоящий, настоящее мотор-колесо, которое будет стоять в промышленном образце Юнибайка. Его мощность, колеса, до 5 кВт. То есть здесь суммарная мощность может быть 20 кВт, а для работы нам достаточно 2,5 кВт. Это для того, чтобы разгоняться быстрее, для того, чтобы брать уклоны. Поэтому здесь должна быть избыточная мощность, а на самом деле потребляемая мощность будет порядка 2 кВт при скорости 150 км в час. То есть, представьте, машину, которую везет 3 пассажира, ну, у нас здесь будет 2, а так вообще до 3 юнибайка вместимость со скоростью 150 км в час. При этом, если перевести электрическую энергию в топливо, то расход топлива будет где-то за час работы, это будет 0,5 литра за час работы. При этом он спредит со 100 км, где-то 0,35 литра примерно на 100 км. Вы не знаете хоть одного транспорта следствия с такими характеристиками? Не знаю. На 100 км в пути при скорости 150 км в час расход энергии, приводного топлива, 0,35 литра. Фантастические цифры? Да. Мы делаем вообще фантастические вещи, и на самом деле эта фантастика скоро станет реальностью, потому что мы не только слова говорим, да, рисуем картинки, как многие считают, мы строим тестовые участки, и эти машины, которые мы здесь изготавливаем, после выставки будут уже работать там. И все видят, убедятся в том, что мы говорим правильно. Многие так считают, потому что знают, что некоторые так делают. Но не мы. Мы не так делаем. Это вот каркас, на котором будут стоять натурколеса. Правильно я понимаю, что это уже все подготовлено для установки на этот образец, который готовится для выставки. Конечно, да, да. Да, со всеми основными элементами здесь. А на этом ростоке что-то надо делать? Здесь мы уже мотор, колесо для генинебуса изготавливаем, и здесь это приспособление для изготовления ротора, который, вот видите, набирается из пластин. Ну, здесь будут вставляться потом магниты. Вот он здесь вот в наборе. Это приспособление. Ну, масштаб виден. Вот ротор. Статор будет чуть большего диаметра. Значит, мощность этого двигателя с колесом, где-то габариты вот примерно вот такие будут, вот с колесом, да, до 50 киловатт. Хотя для работы юнибуса нужно где-то при штатной скорости ну, порядка там 7 киловатт, четырнадцатоместный юнибус, то суммарная мощность у нас будет больше 100 киловатт, мотор, колес, для того, чтобы развивать, опять же, быстро скорость, чтобы брать уклоны, в горочку двигаться. Поэтому, естественно, тут мы делаем двигатели с запасом мощности где-то 10-кратный. Великолепно. Спасибо вам большое за такую интересную экскурсию, Анатолий Эдуардович. Я думаю, все наши зрители поняли, на чем сейчас сосредоточено основное внимание и вас, и всей нашей организации. И я хочу призвать наших зрителей подписываться на наш канал YouTube, следить за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsv.system.com. Короче, поддерживайте наш проект, и вы станете свидетелей не только фантастических слов, но и фантастических дел. Ну и строй SkyWay! Спасай планету! Субтитры создавал DimaTorzok